друзья приветствую вас на канале паяльник тв в этом видео я хочу поговорить о нагрев на столике mhp30 от компании минивэ посмотрим на него внимательно поэкспериментируем и попытаемся определить будет ли он полезен в радиолюбической практике жду ваше мнение в комментариях а начнем как всегда с распаковки и так в коробке лежит инструкция сам столик силиконовый провод type-c type-c и мощный 60 ваттный power delivery блок питания способны поднимать напряжение на своем выходе до 20 вольт взглянем на столик поближе для начала приведем его в рабочий режим раздвинем подставки для увеличения устойчивости корпус металлический спереди располагается олег дисплей с обратной стороны находится type-c разъем питания и две кнопки для управления сверху располагается нагревательный элемент кстати он установлен в разъем и возможно производители предполагают в будущем добавить площадки разного размера но это не точно во всяком случае удобно вытаскивать площадку для того чтобы помыть размеры площадки примерно как спичный коробок 3 на 3 сантиметра а стоимость за версию с блоком питания составляет 100 баксов ссылочку оставлю в описании можете пройти посмотреть и почитать пробежимся по управлению подаем питанием включается режим ожидания кстати это наверное одно из немногих устройств где rgb подсветка выполняет реальную полезную роль цвет варьируется от зеленого до красного показывая температуру столика зеленый холодный красный когда температура столика перевалила за 200 градусов чтобы включить нагрев необходимо нажать на кнопку а при этом на экране появится индикация набора температуры и таймер работы нагрева таймер можно обнулить нажатием на кнопку b нажатия на кнопку а и вы попадаете в меню настройки температуры выставили нужное вам значение и подождали несколько секунд теперь столик удерживает новую температуру однако преднастроить режима можно и в меню для этого возвращаемся в режим ожидания долгим нажатием на кнопку b в этом режиме нагрев отключается теперь нажатие на кнопку b и мы заходим в меню что тут есть за пункты во первых это температуры заданных режимов м1 м2 и м3 чтобы зайти поменять эти значения делаем долгое нажатие на кнопку а далее выставляем нужную температуру и просто ждем через пять секунд температура применится и мы вернемся в меню далее тут есть настройка сна его можно либо выключить либо выставить время в минутах от 5 до 120 включили нагрев и как таймер дотикает до заданного времени нагрев выключится далее яркость oled экрана советую его сразу в единицу ставить чтобы экран медленнее выгорал далее пункт угла наклона то при опрокидывание столика в режиме нагрева он будет выключаться далее можно выбрать отображаемые параметры питания или напряжение или мощность грукость биппера и полезные функции пробуждения при малом токе чтобы при питании от повербанка столик не отключался с управлением думаю все понятно теперь в режиме ожидания делаем долго нажатие на кнопку b и увидим версию программного обеспечения в моем случае стояла стоковая прошивка версия 2.00 переходим на официальный сайт ссылочку оставлю в описании и смотрим последнюю прошивку на момент съемки этого видео это 2.06 значит время скачивать ее и перепрошиваться процесс прошивки простой зажимаете кнопку а и вставляете usb кабель устройство подключается компьютеру как дфу системе определяется как диск на который можно просто закинуть hex файлик прошивки однако windows 10 у меня так и не получилось обновиться а вот в семерке вышло все отлично тут кстати стоит сказать что есть прошивка от iron ос который добавляет анимацию русский текст но мне она показалась менее удобно чем оригинально но опять же ссылочку оставлю в описании хочется сказать большое спасибо нашим постоянным спонсором компании gcpcb поддержавшим выход этого видео компания gcpcb занимается изготовлением и сборкой печатных плат просто загружайте гербер файлы на сайт компании выбирайте нужные вам параметры такие как количество толщина цвет и прочее оплачиваете и получаете по почте отличное качество за минимальные деньги я и многие мои друзья пользуются услугами компании gcpcb и все довольны советую реально затягивает сложно потом заставить себя делать печатные платы самостоятельно попробуйте не пожалеете все ссылочки в описании к видео так ну а теперь давайте попробуем попаять возьмем несколько плат для примера во первых эта плата светодиодные лампы такие платы довольно сложно паять как паяльником так и феном плата выполнена на алюминиевой подложке при нагреве сверху высок риск повреждения светодиодов включаем столик на 250 градусов ложим платку на столик и ждем через некоторое время припой на плате расплавится и мы можем аккуратно демонтировать все компоненты все очень удобно и быстро далее давайте взглянем на то что находится под экраном вай-фай модулей положим на столик такой модуль от ноутбука ждем припой размягчился аккуратно снимаем экран теперь можно переместить плату под микроскоп и внимательно посмотреть какие компоненты и микросхемы стоят внутри но это все платки которые имеют размер соизмеримый с размером самого столика он их без проблем прогревает давайте попробуем демонтировать разъемы с моей сгоревшей 3 маринки если нагревать разъемы сверху то велик риск того что пластик деформируется поэтому для демонтажа подобных компонентов используют либо прогрев феном с обратной стороны либо нижний подогрев либо сплав розе и паяльник попробуем использовать mhp30 как нижний подогрев выставляем 300 градусов и устанавливаем плату ждем платы нагрелась но из-за своего размера она успевает рассеивать больше тепла чем может передать столик ей потому что с нижней стороны платы есть компоненты которые исключают возможность плотно прижать плату к столику а значит нагрев происходит малоэффективно через прослойку воздуха но подождав пару минут платы нагревается достаточно чтобы теперь используя фен снять микросхемы или разъемы без повреждений используя mhp30 мне удалось разобрать паянный корпус кварцевого генератора и удовлетворить свой интерес а что же там внутри столик без проблем справился с прогревом такого массивного куска металла несмотря на свою небольшую мощность 60 ватт благодаря хорошему термоконтакту корпуса с нагревательным элементом делаем промежуточные выводы нагреваем столиком mhp30 удобно паять небольшие платы с односнородным монтажом то есть это замена светодиодов и прочих элементов в лентах и лампах прогрев экранов небольших модулях как это было показано примере wi-fi модуля в разумных пределах столик можно использовать как нижний подогрев чтобы предварительно прогреть плату для демонтажа или замены разъемов но я думаю очевидно что поменять видео чип с помощью такого столика конечно же не получится а вообще давайте спросим у моего хорошего друга кт как ему такой столик он специализируется на ремонте жестких дисков и восстановлению данных с них и некоторое время назад он себе такой столик приобрел давайте же послушаем что он о нем думает исходя из личного опыта эксплуатации могу сказать что подобный термостолик отличное решение для миниатюрных точечных работ замена юсб разъемов на платах телефонов или накопителей демонтаж силовых транзисторов на теплоемких платах выпайка чувствительных к температуре пластиковых разъемов без повреждений все это с преднагревом платы становится в разы проще и быстрее mhp30 в этом смысле отличный вариант когда нужно нагреть только небольшую часть платы нет необходимости доставать полноценный термостол и впустую тратить электроэнергию и время уходящий на нагрев конечно стоит учитывать что речь идет именно о преднагреве 100 150 градусов на плате использовать столик как основной инструмент для выпайки компонентов хоть и возможно но неправильно такой точечный нагрев большой температурой с высокой вероятностью повредит плату и сократит срок службы самого столика разумеется при определенном опыте и знаниях все эти операции можно успешно проводить исключительно феном паяльной станции но с преднагретой платой работать куда приятней если вкратце mhp30 хорошо справляется с адекватными для него задачами его без преувеличения можно назвать качественным инструментом покупать его как первый термостол не рекомендую лучше вложиться во что-то с большей рабочей плоскостью цена будет схожей а возможности те же самые и даже больше думаю что mhp30 это все же некий элемент роскоши пригодный для работы инструмент но все же с уклоном в эстетику из недостатков лично для меня есть единственный пункт нет регулировки высоты нагреватель желательно располагать максимально близко к плате и зачастую приходится это делать подкладывая под столик все что попадается под руку в целом конкретно этой покупкой я остался очень доволен если вдруг у кого появился интерес на моем канале лежит видео о замене комбинированного разъема на ssd накопители и и вот столик mhp30 был там очень даже кстати спасибо большое к тем ссылочку на его канал я оставлю в описании так что если заинтересовались переходите но нам остается подвести итоги стоит ли покупать вообще нагревный столик mhp30 или нет какие случаях стоит если в вашей практике вам часто приходится менять светодиоды в лентах и в каких-то светодиодных лампах то подобный столик станет хорошим решением для замены светодиодов микросхем и резисторов также если вы занимаетесь ремонтом каких-то небольших устройств типа телефонов то можно использовать подобный истории как нижний подогрев но опять-таки в разумных пределах каких случаях не стоит то собственно во всех остальных случаях этот столик будет проигрывать обычному нормальному полноразмерному нижнему подогреву который в принципе можно купить за те же деньги также столик может пригодиться в походе подключаем его повар банку power delivery и получается миниатюрная антипригарная плиточка на которой можно зажарить и и шинку ну или сделать попкорн шутка конечно но с долей правды благодаря power delivery питанию от type-c разъема этот столик действительно с легкостью становится мобильным с другой стороны электроника с каждым в нем становится все меньше и меньше и я думаю что в следующих видео вы еще не раз увидеть этот столик в работе в любом случае не забывайте писать свои мысли в комментариях к видео ставить лайк и подписываться на канал ведь это самая лучшая поддержка нас делает новые интересные видео спасибо что смотрели до конца берегите себя и своих близких а с вами как всегда был андрей пока а а а Продолжение следует...